Анна Гурбанова, Джан Митрош, заняла 4 позицию с оценкой 16,55 балла. И сейчас Каролина Вебер из Австрии. Хозяйка соревнований. Да, и мужественная, талантливая гимнастка, которая завоевала в своей стране право участвовать в Олимпиаде в Пекине. Я хочу сказать, что эта девочка очень долго шла к тому, чтобы завоевать путевку на Олимпиаде. Она упорно-упорно много-много лет работала над собой. Конечно, у нее, я хочу сказать, что у нее прекрасный тренер из Болгарии, которая вместе с ней, они, конечно, сделали прекрасную работу и показали на чемпионате мира свою работу достойную. Но, опять же, хочу сказать, что она очень долго шла к этому успеху. Ее знаменитые повороты в пистолетик внизу. Она еще делает такие очень сложные повороты с выходом на плие. Когда она начинает сверху, уходит на плие вниз. Это очень сложный поворот, считается, в художественной гимнастике очень высоко оценивается. И гимнастка сделает действительно его уникально. АПЛОДИСМЕНТЫ ВОЛГА� СПОКОЙ ДВЕО ВОЛГАТ СПОКОЙ ДВЕО ... ... Вот сейчас видите тоже баланс. С уходом на клее тоже это делает одна Каролина и старается во всяком случае не подражать никому и делать какие-то свои отличающие ее элементы. Ну а кроме Олимпиады в Пекине стараниями этой девушки сборная Австрии завоевала право после итогов чемпионата Европы в Баку выступать в сильнейшей группе Ав на чемпионате Европы в 2009 году. Да перед Олимпиадой будет проходить Европа где девушки могут себя так сказать проверить еще раз посмотреть не только девушки но конечно их тренеры. И посмотреть все то что надо добавить все что надо убрать это очень хорошо потому что конечно должна быть какая-то такая большая генеральная как бы репетиция перед основным самым серьезным стартом. С оценкой 16,375 тысячных балла Каролина Вебер занимает пятую позицию в финале со скакалкой Гран-при в Инсбруке. Ну иногда же вы знаете еще волнение присутствует мы может быть не видим человек улыбается может быть какая-то усталость вчера может быть эмоционально человек выплеснулся а сегодня уже идет какой-то такой спад. Ну много причин мы можем как говорится думать и говорить но желательно ошибок не допускать потому что спорт это не балет то есть если в балете например балерина сегодня плохо себя чувствует и она спектакль провела не так как ей бы хотелось или как зрителю то спорт она выходит минута 28 и никаких помарок никаких погрешностей. Потому что это спорт и повтора уже не будет к сожалению. Надо собираться и сколько идут соревнований на все эти дни надо собираться и психологически и физически и как говорится и морально и умственно. И вот я хочу сказать значит вот я конечно как хореограф все говорю там тело там прыжки беру это вот я хочу все таки вот сказать что вот смотря на Каролину Выбор я все таки прихожу вот знаете тоже вот к такому ну как бы не выводу а просто вот к такой ну как мы все говорим что вот именно вот у болгарских болгарских тренеров у болгарской школы конечно очень присутствует предметность вот они интересные вещи придумывают с предметом. И предмет конечно имеет большое значение в гимнастике и главное владение предметом. Да интересно смотреть вот когда гимнастка делает какие-то такие вот штучки интересные вот даже сид например ничего такого особо сложного если брать чисто по телу может быть девушка не выполняет но они с тренером придумывают хотя у нее тренер не болгарка а испанка но тем не менее вот они находят очень много интересных всяких штучек с предметом и это нравится зрителю. Но надо наверное упомянуть что главным тренером испанской сборной является Анна Баранова она выходит из белорусской школы художественной гимнастики со своими корнями традициями и это тоже безусловно имеет влияние. Каролина Вебер 16,95 балла. Я думаю что тренер очень довольна и гимнастка тоже. Нашу прекрасную гимнастку нашу звезду и это Алину Кабаеву которая тоже сделала вместе с Ириной Александровной я бы сказала революцию художественной гимнастики. Каролин Вебер так зовут, укорачивая немного имя этой девушки, австрийскую гимнастку. Алину Кабаеву Алину Кабаеву Алину Кабаеву Алину Кабаеву Вот это вот очень сложные элементы, вот она делает баланс и повороты сверху садится вниз. Вот она нашла свой такой почерк, который вот ей присущий, она отличается конечно вот именно вот этими своими элементами, вот они с тренером нашли вот такие вот элементы и она их делает, очень хорошо, легко делает. Вот сейчас тоже был очень интересный элемент, она крутила пистолет, а потом не опуская пятки в нижнем положении, подняла ногу наверх. Алину Кабаеву И сделала баланс. Я думаю сейчас конечно у нее такое хорошее приподнятое настроение, тем более еще она выступает в своей родной Австрии и конечно настроение прекрасное, она попала на Олимпиаду и еще в своем родном доме, заключительный этап гран-при. Она участвовала далеко не во всех этапах гран-при. Ну, я говорю про последнее ее соревнование, у нее как-то так вот сложилось, что она и на Олимпиаду попала и в своем, так сказать, в своей любимой стране завершается серия гран-при. Вы видите оценку этой гимнастки, она занимает пятую позицию. И продолжает соревнование, хотя они неумолимо движутся к концу, Каролина Вебер из Австрии. Смотрите, какой у нее интересный купальник, розы. Очень эфирные. Да, вообще я хочу сказать, что да, сзади вырезана вся спина. Они вообще молодцы, они вот, я вспоминаю ее начало, когда она только начинала выступать, и сейчас как-то не было такого вот, ну, как бы интереса, вот, чтобы сделать такой-то интересный купальник там или что-то. А вот сейчас они стали над этим тоже работать. Абсолютно органично смотрится с танка компарсита. И она вот, я хочу обратить внимание, она стала вот в голову тоже делать украшения. Я, правда, вот по правилам точно не могу сказать, какие можно украшения делать. По-моему, нельзя перья делать. Вот видите, сейчас у нее был наоборот, то она опускалась сверху вниз, а сейчас она снизу поднималась наверх. Пируэт Казачок. Вот что это была ошибка в Казаке? Или это удачно просто? Ну, она просто немножко не докрутила Казачок, не довела ногу, и, видимо, немножко ее повело в сторону. Ну, вот, видимо, из-за того, что она там немножко так задержалась при исполнении того элемента, о котором мы говорили, вот, в исполнении Казачка, видимо, и поэтому чуть-чуть ей не хватило на ногу. Она, конечно, очень старалась, но мы видели несколько ироничную улыбку тренера. Но все-таки это не самое удачное. Ну, конечно, дело в том, что, конечно, и хорошему тренеру, тренеру и хорошей гимнастке. Всегда хочется усовершенствоваться и делала, да, вот здесь, видите, она немножко, вот, у нее был такой сход в сторону. И, видимо, это не хватило у нее музыки за это. Каждый тренер хочет, чтобы гимнастка выступала все лучше и лучше. Но, тем не менее, у нее пока четвертый результат. Это прекрасный результат. Прекрасный. Прекрасный результат. Это вообще рядом уже с пьедесталом. Может быть, если бы она без сучка и задоринки выполнила эту команду.